На одном из российских федеральных каналов вышел репортаж о погибшем в Украине танкисте. В сюжете рассказывается, что военный из села Вязовка Саратовской области был командиром танка и погиб в самом начале российского вторжения. На деньги, выплаченные за гибель сына, семья купила в память о нем новую машину «Лада». Весь цинизм этого ролика еще и в том, что он снят как реклама автомобиля. Какую именно сумму в качестве компенсации получила семья, в сюжете не уточняется. Роспропаганда продуцирует не только такие сюжеты, но и массу фейков в сети. Как не попасться на удочку, обсудим это с нашим следующим гостем. Это Евгений Федченко, сооснователь проекта «Стопфейк». Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Добрый день. На какие темы сейчас давит роспропаганда? Темы во многом остаются те же, просто они пытаются найти какую-то новую возможность их использовать. Например, опять на этой неделе была актуальна тема с украинскими беженцами. Они опять всячески пытаются показать, как возникают конфликты между ними и местными жителями в разных странах. Например, на этот раз это произошло в Италии. Якобы они взяли просто сидячую забастовку, которая там происходила с перекрытием важной дороги и сказали, что это сделали не местные экоактивисты, а украинские беженцы. И их избили в результате. Также продолжается тема с оружием массового поражения. И они также пытаются находить какие-то темы, связанные с этим. Например, тема биологического оружия. Они опять возвратились к теме биолаборатории. И на этот раз их история была о том, что в Украине якобы выращивалось специальных клещей. И из этого в России даже стало больше болеть людей. Кроме того, они продолжают военную тематику. Призывают украинцев сдаваться. Например, на этой неделе тоже была история о том, что призвал Зеленского сдаться и президент Бразилии. И также они продолжают историю с ударами по украинским городам. Они, как и раньше, объясняют это то, что они якобы наносят исключительно точечные удары по военной инфраструктуре. Хотя, конечно, мы все знаем, что это не так. Они продолжают те же темы для того, чтобы подрывать доверие внутри Украины и также к украинцам за пределами самой Украины. И создавать какие-то конфликты между разными группами. Вот сегодня, вернее вчера вечером пытались забросить, что президент Зеленский болен. И даже в реанимации, слышали вы, наверное. Да, ну это такой не очень глубокий дипфейк. Это вторая уже попытка с их стороны. Первая была это видео, которое несколько месяцев назад они попытались с тем же посылом запустить через один из телеканалов. Но тогда ничего не вышло с этим. И в этот раз тоже ничего не вышло. Потому что это не может работать, поскольку украинцы имеют доступ к многочисленным каналам информации. И если только один из них сломан и передает какие-то фейковые новости, это явно не может кардинально изменить ситуацию. Ну, может быть, это просто такие вот пробы для того, чтобы посмотреть, как этот инструмент работает. И работает ли он для Украины вообще. Короткий ответ – нет, он не работает. Ну вот президент уже, да, ответил на этот фейк, что 44 года – это не 70. Вот при всем уважении к возрасту. Да, ну, тут как бы ответ говорит сам за себя, да. Вот у нас есть три примера результата работы вашей команды. Вы уже кратко о некоторых из них упомянули. Это три просто фейка, которые вы развенчали. Это прежде всего Винница, фейк о том, что украинские военные пытаются скрыть следы неудачного перехвата ракеты над городом. Это фейк о том, что украинские войска применяют мины с мусором, вызывающие гангрену. Ну и любимая тема, конечно, биолаборатории Пентагона ставили опыты над украинскими солдатами. Но вот какой логикой вообще руководствуются те, кто создает эти публикации? Как это можно воспринимать за чистую монету? Ну, на самом деле, логика тут состоит в том, чтобы засорять информационное пространство вокруг такими сообщениями, делать их многочисленными, делать их очень видимыми и повторять все время. В этом как бы и состоит основной смысл пропаганды. Вы берете какое-то сообщение, какой-то нарратив, даже самый нелепый, и за счет того, что вы постоянно его повторяете и продвигаете через разные платформы... Школа Гебберса, да? Да, это создает видимость такую вот, что это вот везде, а значит, это правда. Это первая причина, зачем это делать. Ну и вторая причина, на каждый фейк все равно найдется своя аудитория, которая так или иначе может и поверить. То есть, конечно, если нам это кажется абсолютно смешными историями даже в какой-то степени, то я не исключаю, что всегда есть какая-то аудитория, которая будет это продвигать. И также мы потом находим следы всех этих историй в социальных сетях, в том числе и в обсуждениях на очень разных языках, когда это переводится и подается как истина, и подается за чистую монету. А вот где искать новости без фейков? Главное, что должно насторожить? Ну, на самом деле, мы уже 8 лет работаем над этой тематикой и пытались создать такой свой список маркеров, на что в первую очередь стоит обращать внимание. Главное, конечно, это обращать внимание нужно на источник этой новости, на ее сенсационность, на то, насколько она противоречит тому, что вы знали об этой ситуации до того. Также нужно обязательно обращать внимание на платформу, на которой вы видите ту или иную информацию, стоит ли ей доверять, слышали ли вы раньше о ней. И вообще мы рекомендуем всем пользователям для себя составлять такие вот своеобразные белые листы тех источников, которым стоит доверять. Для этого можно консультироваться с какими-то специализированными медийными ресурсами, например, Детектор Медиа или ИМИ, которые тоже такие списки активно составляют, и сверяться по ним. И если вы видите какой-то источник, который вы никогда до этого не слышали, может такое случиться, что этот сайт был создан специально для именно этой фейковой новости, чтобы ее разгонять. И таких сайтов создается очень много, они просто перепащивают информацию друг друга и тоже таким образом создают большую видимость для этих фейков. Поэтому такие сайты тоже нужно знать в лицо, частично часть из них заблокирована, но опять же таки мы знаем, что их можно и довольно быстро создавать новые. Поэтому нужно обязательно убедиться в том, что источник той или иной новости для вас является известным, и это не какой-то анонимный телеграм-канал, о котором вы раньше тоже ничего не слышали. Сегодня появилась такая интересная информация. Около 80% комментариев к публикациям в Фейсбуке немецких и австрийских СМИ, а также на страницах президентов и канцлеров Австрии и Германии, имеют четкую пророссийскую направленность. И вот распространяют нарративы Кремля. Это результаты исследования Венского центра по цифровой медиакомпетентности. Я хотела у вас спросить, кто все эти люди, которые оставляют эти комментарии? Ну, я думаю, что это следы такой целенаправленной информационной кампании, поскольку цель российской дезинформации в этот момент – это создать побольше каких-то сомнений вокруг Украины и подтолкнуть и европейских политиков, и европейских читателей, в том числе, которые будут видеть эту информацию на сайте, к тому, чтобы, опять же таки, уменьшить свою поддержку для Украины, показать, что эта поддержка не является монолитной, и показать, что вот, мол, видите, 80% тех, кто здесь высказались, они придерживаются абсолютно противоположной точки зрения. И это то, на что люди должны реагировать, мол, что если это большинство, то, очевидно, я должен к этому мнению тоже прислушаться и каким-то образом тоже пристать к этой точке зрения. То есть это такое специальное нагнетание для создания такого вот фона, уменьшения, политического фона для уменьшения поддержки Украины. Ну и, конечно, мы должны помнить, что российская пропаганда работает очень активно с европейскими аудиториями, создает тоже определенный фон, убеждая их, что, например, у них будет очень сложная зима, у них будут проблемы с отоплением, будут повышаться цены, и, в свою очередь, это должно усилить их, так сказать, давление с их стороны на их политиков и тех, кто принимает решения в их странах. Это как раз президенты и руководители правительств, которые вы сказали. Поэтому это все выглядит довольно логично и выглядит как специально сконструирована целая компания в социальных сетях и на сайтах этих политиков. Семеновский суд Москвы оштрафовал журнал The New York Times за материалы о войне в Украине. Главного редактора и издателей обвинили в распространении фейков. Но на самом же деле там была правдивая информация, куда прилетели российские ракеты. Как вообще в таких условиях работать журналистам? Причем это была даже не статья, да, вот просто заметка, куда прилетели ракеты. Ну, на самом деле мы видим, что это уже как бы не какие-то поединокие попытки влиять на информационное пространство, которое постоянно служивается для российской аудитории. А это уже целенаправленная тоже такая компания, которая должна абсолютно выместить из этого медийного поля любые реальные новости, любые упоминания о том, что не совпадает с российской официальной точкой зрения. И это уже как бы такая тенденция, которую, думаю, очень сложно будет остановить. Это будет продолжаться до полной зачистки информационного пространства. Для этого используются разные рычаги судебные, как в этой ситуации, какие-то рычаги давления на издателей, на тех, кто финансирует те или иные средства массовой информации. Используются какие-то несудебные, судебные механизмы для давления, просто чтобы никакой информации, которая не совпадает с официальной, в российском медийном поле просто не оставалось. Еще хотел бы попросить вас прокомментировать информацию из параллельной реальности. Российские поисковики будут маркировать Википедию как нарушителя закона из-за статей об Украине. Какими будут последствия такого решения? Почему на нее все это обрушилось сейчас? На самом деле Википедия остается, возможно, единственным из остающихся неполностью зачищенных пространств для российской аудитории, откуда она еще может черпать сведения о той войне, которую Россия проводит против Украины. С другими социальными сетями, в принципе, российскому правительству удалось разобраться. Они или сами вынуждены были уменьшить свое присутствие, или их подтолкнули к этому, или их просто блокировали в какой-то степени контент, приходящий из социальных сетей. И поэтому Википедия остается фактически последним местом, влияние которого Роскомнадзор пытается ограничить. И для этого, опять же, как я говорил, используются судебные какие-то инструменты, поскольку других инструментов их повлиять нет, потому что это такая крауд-платформа. Там все могут писать и все могут изменять. То есть они не могут всех посадить в тюрьму, особенно если эти пользователи Википедии находятся за пределами России. Но они говорят, что теперь мы будем маркировать контент, что он якобы содержит в себе фейковые новости. Это то, что делают нормальные социальные сети, но маркируя как раз российские фейковые новости, а не то, что они теперь будут маркировать настоящие новости, называя их фейковым, только потому, что они с этой информацией не согласны. Спасибо большое за ваш комментарий. Евгений Федченко, сооснователь проекта «Стопфейк» был на связи со студией проекта «Фридем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова